На церемонии инаугурации собралось около пяти тысяч человек. Это члены правительства, депутаты, спортсмены, артисты, герои России, представители духовенства и иностранные гости. Свидетелем главного политического события года стал и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ровно в полдень из своего рабочего кабинета Владимир Путин прошел по коридорам власти. Эти кадры, кстати, впервые показали в СМИ. Затем на новом российском лимузине глава государства проследовал в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, где и состоялась основная часть церемонии. Присягу Владимир Путин принес на конституции страны. Затем уже вступивший в должность президент обратился с речью к россиянам. Вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом. Ответственность перед Россией, страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего, мирного и процветающего. Для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за ее будущее, мы обязательно достигнем наших целей. Добьемся прорывов в науке и технологиях. Вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сел, развития всех наших регионов. Ведь мы одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи. Для Владимира Путина это уже четвертая церемония инаугурации. Впервые в должность главы государства он вступил в 2000 году. С этого времени страна встала на совершенно новый путь развития и стала ведущим игроком мировой политики. Как прокомментировал журналистом Бенемин Кондратьев, после церемонии инаугурации Путин вновь сделал Россию сильной державой. Главное, жители России, Кубани, стали с уверенностью смотреть в завтрашний день. Они видят, как меняется жизнь вокруг, какими современными становятся наши города, благоустроенная и комфортная сельская местность, как укрепилась экономика и социальная сфера. Сегодня президент России ставит перед регионами новые задачи. Они касаются повышения доступности жилья для молодых людей, развития региональных дорог, развития технологий дополнительного образования для детей, увеличения продолжительности жизни. У Краснодарского края есть все возможности решить поставленные задачи. И, как сказал сегодня президент, времени на раскачку у нас нет. Согласно Конституции, после инаугурации президента в отставку ушло правительство страны. Члены кабинетов министров становятся исполняющими обязанности и остаются на постах до формирования нового состава. И, как уже стало известно, Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.